Огонь! И вот всё, что здесь лежит. О, смотрите, что взяла. О, да ещё, да ещё. Что за вкус? Мяу! Привет, мои хорошие! С вами Селена Све. И сегодня мы с вами будем тестить очередные вкусняшечки. Первым делом, как я приехала домой, у меня пустой холодильник и всё такое. Я побежала в Ленту, потому что знаю, что в Ленте очень много всяких вкусняк продаётся. Там огромные стойки с ПП-продуктами. Но, кстати, я много чего заметила, что ПП-продукты тоже нужно ещё смотреть состав. Потому что бывает где-то написано большими буквами «без глютена». И ты думаешь, вау, без глютена, значит, всё полезно. Например, смотришь состав, а там, например, много сахара там или ещё что-то. Ну, я сейчас ем продукты, которые без глютена, без сахара. И стараюсь ещё, чтобы они были без фруктозы, без сиропов, без добавления вот этого вот всего. Вот. Но, к сожалению, всё, конечно, ты не найдёшь прям вообще супер. Хотя у меня есть некоторые продукты, где написано «без сахара», «без фруктозы», «сладюшки», «без глютена», «без всего-всего-всего». Только всё полезное. В общем, в эту Ленту я зашла недалеко от дома. Раньше туда не заходила. Все меня начинают спрашивать просто, где ты берёшь эти вкусняшки все. И на самом деле в Ленте огромный выбор вот именно вот этого ПП-продуктов, как нигде даже, я вам скажу. Даже в Ашане такого нет. Вот. Но опять же, Лента Ленте рознь. В одну зайдёшь Ленту, я зашла, там, саудеп какой-то, реально. И я такая думаю, да, ну, когда говорят, мы в Ленту ходим, я говорю, да фу, Лента, она какая-то старинная. Всё-таки, да не поймаю, о чём ты говоришь, да. А потом я пошла в другую Ленту и смотрю, что она просто такая, знаете, типа там, азбуки вкуса вообще. Очень всё круто сделано, аккуратно. И вот там огромный выбор всего. Вот. То, что я не буду показывать, это я купила молокосе банановое, наконец-таки, да, и кокосовое. Это то, что я пью без сахара. И мне это нравится, я это люблю. И, в общем, банановое молоко для себя открыла Альпро. Показывать это не буду. Давайте покажу то, что я ещё не пробовала и хочу скорее попробовать. Например, вот умные сладости. Амарантовые подушечки. С клубничной начинкой. Здесь подсластитель стеви идёт. Это натуральный подсластитель. Он очень, как бы, полезный, да, в отличие от сахара химозного. Не содержит глютен, без фруктозы добавления, без сахара добавления. То есть, вот это очень круто, да. Кстати, вот эти умные сладости, у них тут много чего есть. Что-то я пробовала, мне не нравилось, честно говоря. Из амарантовой муки. Продукт здорового питания. Амарант – это кладезь хорошо сбалансированного по аминокислотному составу. И легко усваиваемого растительного белка, витаминов, полинасыщенных жиров, кислот, омега-3, омега-6 ряда, холина, сквалена, не содержит глютен. В общем, здесь куча всего. В общем, ну, на самом деле, вот это прям, ну, считается очень полезным. Давайте откроем, посмотрим. Я думала, такая коробка, и вот все, что здесь лежит. Нет, их две тут. Я так понимаю, что это можно либо так есть, либо с молочком, да, на завтрак. Я сейчас посмотрю, там способ применения есть. Вот такая подушечка, вся такая пористая. Пробуем. Огонь! Реально. Я еще не завтракала. Да, очень вкусно. Вот это я довольна. Такое ощущение, что здесь есть масло. Начинка клубничная, жиры растительные, не содержат гидрогенизированных компонентов. Так, подсластители, сыворотка сухая, молочная, молоко сухообезжиренное, сливки сухие, моло... Ага, тут, возможно, содержится лактоза, получается, да, раз всякие сливки. Так, клубника сушеная. Вот, видите, еще лактозу мне нельзя. Вот сложно найти продукт, чтобы он был прям вообще без всего этого, да. Ну, здесь вот молочное такое все есть, я смотрю. Походу, это лактоза есть. Но зато нет, уже, смотрите, куча всего. Эту лактозу я сейчас не ем, потому что лактоза это сахар, тоже сахар. Ладно, эти подушечки мне понравились. Давайте дальше. Зефирка. Ммм, а что я со сладкого начала? Давайте не со сладкого начнем. Вот у меня здесь печеньки. Я сейчас пока буду вытаскивать, покажу, что мы будем пробовать. Печеньки без глютена, особая рецептура, тоже без добавления сахара. Вот такие вот зефирки. Это изумных сладостей. У нас еще печеньки вот такие интересные. Тут с чем-то, тоже без ничего вредного. Вот такая новинка, это Fit Stars. Какие-то шоколадные хлебцы. Встроенность, тут все дела. Я хлебцы люблю. Клубничные, это вообще лентовские мы попробуем. О, смотрите, что взяла. Крошки из амарантовой муки. Не содержит глютен. Ну, то есть это из амарантовой, потому что муки, да? Слушайте, я не буду их сейчас, конечно, варить. Макароны я сейчас не ем, макаронные изделия. Но если это из амарантовой муки, то есть нам можно там овсяную муку использовать, еще что-то. Расскажите в комментариях, кто пробовал, кто вот такое покупал. Там есть рисовая мука, ну, белый рис сейчас тоже нельзя. Темный только, но есть вот из амарантовой муки, есть из яичного там чего-то. В общем, разных цветов. Есть и какие-то белые, и сильно желтые. Вот эти больше всего из амарантовой муки, приближенные к таким вот нашим, да, из обычной муки. Кто пробовал, расскажите. Ну, а я попробую, это я уже во влоге где-то расскажу, как оно на вкус. Обязательно вам. И в инстаграме, подписывайтесь на мой инстаграм, вот здесь тоже в сторис, я когда их сделаю, я расскажу. В общем, можно вот такие вот, пожалуйста, без глютена рожки, обычные рожки. Так, всякие вот пастилки вишневые. Вот этот темный шоколад с фундуком, экопродукт. Здесь тоже без добавления сахара, здесь и стевия. А тоже попробуем. Ну и вот они пошли у нас не слабенькие. Я, кстати, у своего фитнес-тренера как-то спросила, говорю, а есть что-то? Вот я люблю чипсы там или еще что-то. Есть, говорю, что-то такое солененькое, а тоже погрызть. Только полезненькое. Она говорит, да, есть. И смотрите, что я нашла. Доктор Кернер. А Доктор Кернер, мне очень нравятся их хлебцы вообще. Кто пробует всегда на моих глазах, такие, о, да еще, да еще карамельные. Смотрите, вот эти вот корнерсы, цельнозерновые чипсы, представляете? Я таких просто не видела нигде. Нежный сыр я взяла и розмарин, оливковое масло. Без глютена, не жареные, тонкие и хрустящие. Состав. Крупа кукурузная, крупа рисовая, масло подсолнечное, высоколейновые, натуральная приправа, сырная соль, сырный порошок, обработанный сыр, эмульгирующая соль, молочный жир, дектроза, сухая молочная сыворочка, а, лактоза, крахмал кукурузный, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности. Но в целом, в целом, состав неплохой. Без искусственных ароматизаторов написано, консервантов, красителей. Но то, что они не жарены, это уже хорошо, да? Но опять же, лактоза написано. Ну ладно. Я худею очень круто, и вообще с поездки я приехала, у меня еще получается минус килограмм. Ну то есть 57, 57,200 где-то я весила, а сейчас я взвесилась 56,300. Ну плюс там вещи скину и 57,200. Получается минус килограмм еще. Хотя я себе в поездке позволила съесть суши как-то вечерком, и там пару раз еще что-то, по-моему, сожрала. Просто нечего было есть, не потому что я очень этого сильно хотела. Так, выглядят они вот такие вот кругленькие. Вот такие кругленькие чипсики. Ну и я рада, что есть замена нашим чипсам. Давайте их попробуем только, чтобы они были вкусные. На хлебцы похоже. Только с сыром. Если они не жареные, интересно, каким образом они приготовлены? Еще не поняла. Не жарятся в масле. Вот написано прям, не жарятся в масле. Интересно. А как тогда они жарятся? Так, ладно, это клево. Но опять же, я думаю, что много, все должно быть в меру. Это не значит, что я прям пачками вот так буду это есть. Нет, вот немножко поела, там перекусила, что-то, да, запила там. Понятно, что правильное питание превыше всего у меня сейчас в голове. Так. О! Мне больше нравится розмарин и оливковое масло. Ну, они оба вкусные, но этот более такой ароматный прям. Чипс. Это вообще новинка. Вон красным написано в углу. Новинка, видите? Они должны быть некалорийные. Ага. На 100 грамм продукта 360 килокалорий. А здесь их 50 грамм. То есть это 150, если целую пачку съесть. Ну, а вообще лучше целую не есть, а разделить там на 3-4 раза, например. Вот реально. Ну, это хорошая замена нашим чипсам, да? Интересно, сколько там килокалорий? Надо будет сравнить. И еще. А, это тоже готовить надо. Короче, бонавита какая-то. Это гуляш. Соевый бестроган. Фу, гуляш. Соевый бестроган. Фу, гуляш. Фу, гуляш. Без холестерина. Без глютена. Без соли. Это кто соль ест? Я соль так ем нормально. Одна порция 62 килокалория. Одна порция 0,5 граммов жира. Кречатка 28%. Белок 48%. Легко хранить, легко готовить. Без ГМО. Представляете? Тут целый список. И что я понимаю из этого всего? Это надо приготовить. Ингредиенты. Соевое мясо. Это вот это, как я поняла. Лук, реп. Что ты добавляешь? Ну, тут написано, что. И, в общем-то, типа готовишь. Приготавливаешь все это дело. Я соевое мясо, по-моему, никогда даже не пробовала. Состав. Обезжиренная соевая мука и вода. И что там? Давайте откроем. Я это приготовлю в ближайшее время. То есть, это типа какое-то мясо. Девочки, напишите, кто пробовал. Я, честно говоря, никогда не пробовала. Я не знаю, что. Так оно твердое. Так оно твердое. Надо готовить. Ну, и, короче, получится типа быстроганов. Хотя, в целом, это для вегетарианцев, наверное. Я там мясо ем. Быстроганов по-домашнему. Но я бы попробовала. И я тоже это приготовлю. Возможно, я даже приготовлю на своем втором канале. Вот ссылка на мой второй канал будет под видео. Может, я приготовлю, сделаю блюдо прям, да, из этого. И макароны также приготовлю. Может быть, там в одном видео и макароны эти приготовлю, и вот это. Тут, кстати, с макаронами. Вот. Мы приготовим вот эти макароны с вами. Вот это быстрогано. Все это будет на моем втором канале. Я никогда такого не ела. Вот мне интересно, есть ли кто-нибудь из моих зрителей, кто все-таки знает, о чем я говорю. Это пробует, практикует. Потому что, мне кажется, основная масса, наверное, как бы сами смотрят в шоке. Как я. Ну и все, пошли сладюшки теперь. Так, первое. Давайте с хлебцов начнем. Значит, лентовские хлебцы. Содержит один хлебец 16 килокалорий. Со вкусом клубники и малины. Не помню, сколько он стоил. Там рублей чуть-чуть. Я зашла. Вообще не собиралась много покупать. Но так как уже начала брать, думаю, ладно, возьму на видео еще побольше. Попробую всего аромат. Клубничка-малинка. И цены я вам могу сказать, что там реально, ну, нифига не дешевые. Какие-то рисовые. Злаковый коктейль. Какой-то отдушкой. Ну, с доктор Кернером не сравняться. Без добавления сахарозы написано. Ну, так себе, честно говоря, лентовские вот эти. Они вот недорогие, там, в 70. Даже 70 рублей, по-моему, или 60. Или 50. Где-то так. Но мне не очень нравится. И вот давайте попробуем Fit Start. А в Fit я беру сахар. То есть один из самых вкусных сахаров. Сахарозаменителей. Как-то они там его готовят, что он реально, ну, вот, нет у него привкуса какого-то левого, да, вот. Я вообще сахарозаменитель не очень люблю, но этот как бы хороший Fit. И у этого Fit продуктов есть много там всего. Тоже есть, по-моему, там и печеньки, и какао, и все. Ну, короче, дофига всего. И все очень дорогое. Так, вот такие вот пахнут шоколадом. Попробуем, есть ли здесь вот такая непонятная отдушка, как в ленте. Люблю, когда хлебцы, ну, как бы какие-то они цельные, что ли. Что вот ты ешь, и десна не царапаешь себе какими-то твердыми кусками, которые могут попадаться. Вкусно. От шоколада только аромат, если честно. Вот пахнет. Очень отдаленные. Сахара очень даже, ну, то есть немного, средний, нормально так, да. То есть, кто не любит сильно сладкий, отлично. Мне нравится. 27 килокалорий в хлебце. На 11 больше, чем в том. Но он и больше сам по себе. Ну, опять же, это не так, что фига, чем мы хлебцы вот так в себя, да. Дальше. Мясо держит глютен без сахара и фруктозы. Стевия. На амарантовой муке. Состав. Молоко есть тут? Походу, нету и молока. Мука кукурузная тонкого помола, мука амарантовая грубого помола, маргарин. Вот, мне, кстати, вот маргарин во многих таких вот продуктах смущал. Маргарин, он же вроде не очень-то сильно полезный. Хотя, смотря как его готовят, может даже он где-то и полезнее какого-то масла будет. Напишите, что об этом знаете. Какао-порошок, крахмал кукурузный, топинамбур сушеный, яичный порошок, соль разрыхлителей, гидрокарбонат натрия, карбонат аммония, эмульгатор, лецитин, соевый ароматизатор, подсластитель стивизит, стивиозит. 100 грамм продукта, 350 килокалорий. А здесь у нас сколько? Сколько здесь? 160 грамм. Короче, все вот так сразу, разом нельзя есть. Не рекомендуется. Калорийно, если. Хотя, если здесь нет всяких неполезных штук. Пахнет симпатично. Слушайте, это, смотрите, какие-то прям печеньки-малюськи. Что за вкус? Вкус сырой картошки. И оно вообще не сладкое. Может быть, оно просто полезное? Если оно просто полезное, то можно по чуть-чуть, но оно вообще на мой вкус не вкусное. Очень непонятное что-то. Так, ладно. А вот такие печеньки, смотрите, печенье особая рецептура. Лубника. Тут, кстати, что-то выдавливается. Это, кстати, вот эта фирма, молоко, которое я беру. Они тоже какие-то там коричневенькие. Что здесь, кстати, у нас написано? Без консервантов. Рецептура без глютена. Без добавления сахара. Обогащенный витаминами. Да, кстати, внимательно читайте состав. Опять же, потому что бывает, что написано без добавления сахара. Ну, а там, допустим, есть фруктоза и лактоза. Это же тот же сахар. Такие печеньки. Давайте их попробуем. Я надеюсь, они будут сладенькие. Я же сладенькое беру, чтобы сладко было. Ну, вообще не туда, конечно. Но эти лучше, чем вот те. Предыдущие. Здесь хоть отдаленный вкус печенька есть. Мне кажется, у меня Денька такие даже есть не станет. Надо дать попробовать ему. Может, полезно. 125 грамм всего. Витамин В5, В6. Финиковый сироп здесь, кстати. Порошок свекольный. Порошок яблочный. Гарбонат кальция, источник кальция. Кокосовое масло, рисовая мука, кукурузный крахмал. Сок клубничный концентрированный. Сыстав хороший. Было бы хорошо, если Денька полюбил такие печеньки. Так, что у нас тут дальше? Осталось чуть-чуть. Давайте попробуем вот такой вот Эко-Ботаника. No sugar. Там, кстати, было очень много настойки вообще каких-то заморских вот таких вкусняшек. Я все равно читала состав. Хоть и на нерусском языке. Так, зефир с экстрактом каркаде и витамин... Это печенька. Печенька застряла. Не хочет проходить. Зефир с экстрактом каркаде и витаминами со вкусом малины. 45 килокалорий в одной порции. 22,5 грамма. 1 зефир без добавления сахара. Рекомендованная суточная доза потребления для взрослого населения не более 22,5-34 грамм. Короче, 1,5 зефирки в 2-3 приема. Короче, по ползефирки надо кушать. За целый день можно съесть максимум полторы зефирки. И то не сразу, не в раз. Аромат, конечно, сказочный. Пахнет, знаете, как это в фикс-прайсе я брала. Вот этот вот клубничный там. Полторы зефирки очень удобно есть. Вот она целая зефирка, я так понимаю. Или это вот эта одна 22 грамма. Надо будет взвесить. Вкусно. Зефирка кайф. Даже вкуснее, чем обычная. Один прием съела. Вот, красивые какие. Зефирухи. Маленькие. Очень ароматные. По-моему, там были еще какие-то вкусы. Кисло-сладенько так. Подсластители. Мальтитный сироп. Пюре фруктовое, яблоки, консерванты, диоксид серы. Вода питьевая. Подсластители. Бесахарада. Регуляторы кислотные. Молочная кислота. Белок яичный сухой. Пищевые волокна. Стракт каркадея. Я так немного пропускаю, когда вижу полезные просто какие-то свойства. Всякие B6, B12, B2, витамины А, Е, В1. Представляете? Фолиевая кислота для беременных полезна. Фантатеновая кислота. Картофельный мальтодекстрин. Регулятор кислотности. Содержит сахара природного, естественного происхождения. При чрезмерном употреблении могут оказывать слабительные действия. Противопоказано при индивидуальной непереносимости яичного белка. Вот так тебе переешь и из туалета не будешь вылазить. Так, что осталось у нас? У нас остались вот такие вот правильные сладости из натуральных фруктов, ягод. Без добавления сахара, без искусственных ароматизаторов и красителей. Ну, такие какие-то пластиночки. Состав яблочное пюре, яблочный сок, пюре вишневое, желирующий агент, пектин, натуральный ароматизатор. Глазирователь, растительное масло, какой-то воск. Содержит сахара природного происхождения и ничего больше. В общем, опять же, все, что вот с сахаром, да, по идее мне нельзя, но чуть-чуть можно. Так, пробуем. Такие пластиночки. Кстати, они мне, по-моему, нравятся. Я помню, что, по-моему, в Икеа в магазине брала. Вот такая вот пластиночка, типа пастилы. Сироп от кашля чуть-чуть напоминает. Ну, вкусненький. Не тот, который невкусный, который вкусный. Прикольная штучка, правильные сладости. Пастилка. Ну, и шоколадка. На самом деле, чтобы вы понимали, я беру такую шоколадку, и, может быть, вы в прошлый раз видели, тоже эко-ботаника, тоже шоколад такой темный. Но он был без фундука. Он до сих пор у меня лежит. Чтобы вы понимали, как я ем. То есть, я, ну, как бы, если я худею, если у меня есть цель, я не, знаете, как не держу себя, прям держу себя в рамках. Нет. В моей голове настолько желание похудеть, привести себя в порядок. Каждое утро я встаю, делаю вакуум на голодный желудок, да. Завтракаю, как бы, я, ну, всё пытаюсь есть всё правильно. Ну, и стараюсь разнообразить. Вчера, например, я ещё взяла себе рыбы, лосось свежее. Вот там такие куски большие. Я взяла там на 600 рублей, но я разделила её на 4 раза. Причём куски такие здоровые. Даже вот такой кусочек, да, стейк, я разделила на пополам. Половинка эта, она больше в 2 раза, чем когда я беру в кафе 70 грамм. То есть там где-то 140 грамм. Ну, это, кстати, взвесит, сколько там грамм получается. 140, мне кажется, или 120. А рыбы 70 грамм всего дают. И я там плачу 300 рублей. Короче, разделила всё это на 2 части, приготовила. То есть я вчера поужинала рыбкой, сегодня поужинаю рыбкой, да. Завтра я себе приготовлю вторую часть, которую в малорозилку положила. Днём я ем там индейку, например. Точно так же с овощами или с какой-то кашей полезной. Мама мне тушит капусточку очень вкусно. Так, чтобы без масла, без ничего. Ну, и всякие вот сладюшки нет-нет. И всё это я по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Поэтому шоколадка у меня до сих пор лежит. И сладостей очень много. То есть я их сумасшедше так не ем прям, да. Но при этом я не чувствую, что я отказываюсь себе. Я наедаюсь полностью. С орешками, короче, пробую. Фундук очень мелкий. Я думала, будет покрупнее. Просто мелкий с орешками. Тоже вкусно. Но надо будет найти цельный орех. Всё. Давайте теперь кратенько подведём итоги, что из этого всего. Я считаю, что я не просто выкинула деньги. То есть то, что вкусно. То есть первое, что меня покорило и прям очень мне понравилось, это действительно вот это вот подушечки. Вот, напоминаю. Умные сладости. Вот так вот выглядят подушечки клубничные. Там ещё, по-моему, другие были вкусные. Это раз. Цену, кстати, тоже здесь везде напишу. У меня есть чек. Вон он лежит. И цены напишу. Чтобы вы примерно понимали вообще, что сколько стоит, на самом деле совсем не дешёвые цены. Давайте из сладенького тогда я ещё скажу, что мне очень понравились вот эти зефирки. Офигенные, очень сладкие. Но вот так вот их надо по чуть-чуть есть. Вот эти вот Fit Stars. Вкусные шоколадные хлебцы. Вкусные. Ещё из сладкого. Вот это мне понравилось. Шоколадка понравилась. Но это то, что я шоколадку беру, я знаю. И не из сладкого. То, что я вот прям хочу отметить. Это вот новиночки. Вот эти мне понравились. Чексончики такие прикольные. Всё. С печеньками как-то оно вот не зашло. Раз печеньки, два печеньки, да, хлебцелента, что-то не то. Ну, а макарошки и вот эти штуки мы с вами попробуем снять отдельно. Я не знаю, что это получится вообще. Мне кажется, надо ещё кого-нибудь пригласить, чтобы я не одна готовила, а с кем-то. И пусть все попробуют это непонятное соевое мясо вообще. И кто что об этом скажет. Вот, кстати, вот так, да, сниму. Надо кого-нибудь пригласить будет в гости. Может, брата, Наташу, маму. Мама у меня вообще такое не любит. Она сразу плеваться, мне кажется, будет. Она любит мясо, так мясо. Вот. В общем, всё, мои хорошие. Пишите, что думаете. Пишите ваши комментарии. Может быть, если вы тоже следите за питанием, ищите какие-то такие продукты классные, пишите, где вы их покупаете. И, может быть, что-то есть, какие-то сладюшки, которые вы бы порекомендовали мне. Поэтому пишите в комментариях. Я буду очень благодарна. Всё, мои хорошие, люблю вас, целую. Будьте здоровы и стройные, и красивы, и счастливы. Всё, прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok